Привет, друзья! Сегодня у нас праздник для сладкоежек. Мы будем готовить самый популярный и вкусный австрийский молаков торт. В сотейник кладу 2 желтка и добавляю сахар. Теперь нужно растереть. Добавляю сюда крахмал. Я использую кукурузный, можно, конечно, картофельный, но все-таки лучше кукурузный, в нем тогда нет никаких привкусов. Добавляю ложечку ванильного сахара. И понемножку буду добавлять молоко. У меня сегодня миндальное молоко. Я делаю безлактозный торт. Но если у кого-то лактозное молоко не подходит, то спокойно можно использовать миндальное или овсяное. Ну вот, посмотрите, я все смешала. Продукты растворились все в молоке. Теперь мы отправляемся к плите и будем заваривать крем. Ну вот, друзья, посмотрите, я его постоянно помешиваю. На среднем огне завариваем крем. Обязательно нужно мешать, чтобы не было никаких комочков. Заваривается он довольно быстро. Вот, в общем-то, все, плиту я выключаю. Ну и вот, почти крем готов. Ну вот, такая красивая однородная масса получилась. Все, вот даже уже появляются булочки. Смотрите, все, снимаем. И вот, что очень важно, берите хорошую кастрюлю с толстым дном. Посмотрите, ничего не пригорает. Если у вас крем пригорел, то, конечно, его нужно выбросить и сделать новый. Теперь закрою крем пленкой. Закрою его, как говорится, в контакт, чтобы не образовывалась пленочка. Так вот, пленку просто плотную к крему так закрываем, и все. Можно поставить куда-то в прохладное место, может быть, там на балкон. Или так оставить на столе до полного остывания. Для украшения торта нам понадобятся лепестки миндаля. Поэтому я купила сырые и пожарю его в духовке. Если есть в магазине уже жареные, можете, конечно, купить. Но самые вкусные, когда вы это делаете сами. Поставлю в духовку. 200 градусов, минут на 10-15. Орешки поджарились. Смотрите, какая красота! Запах миндаля. Обалдеть, как это вкусно! Вернемся к крему. Взбиваю сливки. У меня безлактозные. Сегодня делаю безлактозный торт. Но вы можете взять и обычные молочные продукты. Крем заварной остыл. Убираю пленку. И теперь его надо немного взбить. Взбитые сливки небольшими порциями добавляю в крем. И аккуратно перемешиваю до однородной консистенции. Теперь сделаем пропитку для печенья с авоярди. Мы будем использовать такие печенюшки, как их называют, дамские пальчики. Очень вкусное всеми любимое печенье. Сделаем для него молочную пропитку. У меня, опять же, я взяла миндальное молоко. Безлактозное. Если хотите, можете взять обычное. И добавляю ром. У меня 250 миллилитров молока и 2,5 столовые ложки рома. Можно сделать с коньяком, если вам нравится. Но по оригинальному рецепту используют ром. Ну что, теперь будем собирать торт. Торт буду собирать сразу на блюдо, на котором же буду его подавать. Для удобства будем использовать кольцо от формы для выпечки. Я его покрыла пленкой, для того, чтобы удобнее было снять кольцо. И пока у торта остались ровными и красивыми. Ну что, теперь печеньку. Обмакиваем в молоке. И выкладываем слой на дно формы. Принцип очень похож на торт тирамисо. Всеми уже, наверное, тоже любимый и знакомый. Кстати, сюда, в молочную пропитку, можно добавить сахарную пудру. Если вы любите послаще, то добавляйте смело 2-3 столовые ложки сахарной пудры. Я не стала добавлять, не буду делать очень сладким торт. Вот теперь печеньки, которые не помещаются, можно просто вот так сломать и положить маленькими кусочками. Закрываю кремом. Друзья, кстати, подписывайтесь на наш канал. На нашем канале очень много вкусных и разных рецептов. Можете найти и салаты, и горячие, и закуски. Много хороших идей для того, чтобы украсить праздничный стол или быстро и просто приготовить домашний ужин. Ну вот, слой крема выложила. Теперь опять печенюшки. Обмакиваю в молочно-ромовой пропитке. И вторым слоем выкладываю слой торта. Делаем еще слой крема. И оставим крем так, чтобы последний слой у нас должен обязательно остаться крем. Что у меня получится? Три слоя печеньки и три слоя крема. Вот остаются такие небольшие здесь пустоты. Я их тоже вот печенье на кусочки поломала и закрываю, чтобы печенюшечка была побольше. Ну вот, закрыла кремом. Теперь нужно будет накрыть торт пленкой. Накрою обязательно тоже в контакт, чтобы не получалось никакого конденсата. Ну вот, все, пленочка закрыла. Ну что, теперь нужно отправить торт в холодильник на 3-4 часа, чтобы он пропитался. И будем его потом украшать. Кусочки шоколада надо растопить на водяной бане. У меня горький шоколад. Если хотите, можно взять и молочный. Шоколад растопили. Теперь в шоколаде будем обмакивать печеньки. Так, вот по пол печенюшечки. И выкладываю на пергамент, чтобы подсохло. Теперь взбиваем сливки для украшения торта. Сначала сливки буду взбивать на маленькой скорости, постепенно ее увеличивая. Так сливки лучше взбиваются и будут лучше держаться на торте. Еще потихонечку буду добавлять ванильный сахар. Ну вот, сливки готовы. Посмотрите, хорошо взбились, плотные. Теперь будем украшать торт. Ну что, друзья, мы подошли к самой красивой части нашего рецепта. Будем украшать торт. Торт у меня стоял в холодильнике 4 часа. Теперь я снимаю пленочку и кольцо. Тоже нужно снять. Теперь сливки, которые мы взбили, сливками будем выравнивать торт. И часть сливок мы оставим еще на украшение. Поэтому возьмем немножко. И немножечко его так выровняем. Так скажем, что сейчас мы просто придадим ему такую ровную поверхность. Теперь перекладываем сливки в кондитерский пакетик. Теперь миндальные лепестки. Часть лепестков я поставлю вовнутрь. Ну вот, даже если где-то что-то здесь неровно получилось со сливками, то лепестки все прикроют. И край торта тоже мы поставим в лепестки. И сделаем такой красивый миндальный краешек. Теперь украсим торт печенюшками с шоколадом. Друзья, поставила печенье в холодильник. Так шоколад застывает быстрее. Буквально пару минут и шоколад застыл. Теперь красиво будем украшать. Друзья, посмотрите, какой красивый, шикарный торт получился. Ну, кусочек Австрии у вас дома. Давайте скорее попробуем, что же у нас тут получилось. Вы знаете, это райское наслаждение. Очень вкусно. Он такой нежный, молочно-сливочный, нежный-нежный торт. Но делается очень просто. Выпекать не надо. Самое главное, друзья, это очень вкусно. Приглашайте, пожалуйста, на наш канал своих друзей. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу и приятного вам аппетита!